Сальцы торжественно отметили 631 годовщину со дня своего основания. Как раз накануне муниципалитетам разрешили праздновать Дни городов и поселков. Разумеется, с поправкой на количество участников, не больше тысячи человек. Сальчане это условие выполнили, и тем не менее праздник получился по-настоящему народным, ярким и красочным. Ведь к этому дню и администрация, и жители очень долго готовились. Ирина Ускова подробнее. Главное – энтузиазм, желание работать. Работать с огоньком и с выходом. И многие родители нас в этом поддерживают, и педагоги стараются. И мы придумываем разнообразные, наверное, даже каждый год или раз в два года, какие-то вот такие малые архитектурные формы, назовем это так. Вот, например, в этом году у нас поселилась на участке вот такая вот гусеница. Вот, мы решили проблему того, что у нас на участке недостаточно плодородной земли. В этом году Солецкий детский сад получил статус лучше благоустроенной территории города. Для местной детворы это прекрасный пример того, как даже малыми силами и средствами можно изменить мир вокруг себя. Тем более, когда в масштабах района тоже происходят заметные преобразования. В Сальцах ремонтируются дороги, идет реализация сразу нескольких социально значимых объектов, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, модульного блока до очистки, набережной. Преображаются дворовые территории и общественные пространства. Традиционно в день города чествовали активных сальчан, кто своим трудом и добрыми делами прославляют Солецкий край. Это учителя и предприниматели, те, кто работает в сфере ЖКХ, и молодые ребята, которые представляют райцентр на различных конкурсах и фестивалях. И пока в малых городах страны живут такие люди, история России будет продолжаться, считает член общественной палаты Российской Федерации Артем Кирьянов. Очень рад, что сегодня поздравляю вас с очередным днем рождения сальцов. Конечно, седьмой век истории, который творится на Новгородской земле, на Солецкой земле, это залог того, что история России будет продолжаться. Конечно, сальцы, как и все небольшие города, по-прежнему уступают мегаполисам в перспективах и возможностях для молодежи. В районе нет учебных заведений, ребята вынуждены уезжать за образованием. А вот вернуться на малую родину готовы не все. Впрочем, тенденция последних лет все нагляднее демонстрирует интерес к притягательной атмосфере российской глубинки. Людям нравится уехать из большой городской суеты, чтобы отдохнуть наедине с природой, побывать на речке, в лесу, как-то разгрузиться от больших джунглей. Им нравится наш климат, нравятся люди, нравится город, что тихие, спокойные, нет большой суеты. Ну и в целом так все неплохо у нас. Повезло сальчанам и с погодой праздничный день получился интересным и насыщенным с прогулками по Солецкому Арбату, ярмаркой мастеров, конкурсом среди местных котов и кошек и концертами творческих коллективов. Из Солецкого района Ирина Ускова, Андрей Шестаков. Новости. Новгородское областное телевидение.